оленька оглянись вокруг вот что тебе напоминает вот все что вот здесь есть вот шторы цвета кресло столик вот в его форма столик мне напоминает наконечник стрелы небо мира если мне удобно до цветок красиво шторы выстраданные все что могу сказать смотри вот на твоем фоне розовая шторочка на моем такая вот зелененькая сутливым даже серого непонятно а ты сидишь на своей стороне на розовой шторке серое кресло на моем розовое и вот этот изгиб стола это же иньянь понимаешь мы не догадаться как иньяне вот друзья в гостях у нас точнее в гостях сегодня сегодня привод в 2 ведущих сегодня ольга муравьёва приклад прекрасная ольга муравьёва и не очень прекрасно иван чужинов а весь этот иньянь дополняет как кто бы вы думали наш генеральный партнер программы соус янта но вообще компания янта это очень вкусненько всегда и очень интересненько для вообще для всей семьи а здесь янта с ним можно есть арбуз блины и мясо это чили ваня а я что сказал с арбузом чили с арбузом ты ела куда-нибудь я с чесноком накануне поела случайно ну такой ну кстати интересное сочетание вот и мне кажется янта друзья я тебе сегодня угощу таким блюдом обещаешь что ты будешь пробовать давай хорошо договорились янта продукт для всей семьи янта майонез сделанный с душой только из натуральных продуктов выращенных на собственных полях для ценителей качества по госту такой нежный такой густой янта есть вкусно школа началась уже пять дней взгрустнулась родители в шоке отцы недомогают матери истерят как ты себя чувствуешь я считаю что в этой ситуации кто-то радостный вообще меня все поздравляли с днем знаний первого числа все равно что коня начать поздравлять с сезоном пахоты вообще-то понимаешь а есть же дети которые уникальные они молодцы они учатся не ходят в школу да кстати ну на домашнее обучение между прочим ты знаешь что у нас приморье в большом камне открыли школу на 600 человек да да ладно на 600 человек в большом камне а я скажу даже больше было большом камне в командировке и видела эту школу и видела школу это тогда еще строили нет 600 человек тогда еще не было и мне вообще поразил этот город ну там настолько много туда вкладывается там круто и ничего не происходит нет там же выполняет оборонзаказ там суда строят я же не знаю вообще я стараюсь максимально дистанцироваться от политики там строят классные микрорайоны то есть огромные дома мы просто там нас была целая делегация мы обалдели как у нас тоже строится вы микрорайон между речи ну так это же большой камень уже гораздо меньше там еще очень классная детская поликлиника четыре этажа самое современное оборудование врачей правда пока нет но обещали завести потому что все врачи в школе который на 600 мест потому что и геннадий где еще взять 600 человек возможно они создают массовку массовку 600 человек возможно между прочим чтобы школа вообще в школе себя чувствует лучше и родителям и детям вообще было бы неплохо сделать зарядочку тело сегодня зарядку и вместе давай сейчас прям ну да поддержим поддержим ну и смотри можно было взять эти помпоны и просто стоять друзья пока мы тут соли занимаемся ерундой вы можете заняться делом и посмотреть зарядку и выполнить ее вместе с нами мы с нашими мастерами тренерами и сенсеями на зарядку доброе утро наши ведущие доброе утро телезрители сегодня мы с вами проводим зарядку 5 на стадионе сегодня хотелось с вами поработать используя такой инвентарь как скакалку и показать и упражнения мы используем на своих занятиях и так упражнения скакалках помогают общему разогреву организма ну и плюс работают над координацией самое элементарное это прыжки на двух ногах здесь советую от 30 до 60 прыжков сделать вот и чтобы прыжки были не столько скучными разнообразить их несколькими упражнениями и так первое после прыжков на скакалке мы можем выполнять упражнение ноги вместе ноги врозь посмотрели внимательно ноги вместе ноги врозь после этого выполнять несколько раз упражнения можно попробовать поменять упражнение ноги вперед и назад но чередуем их через касание стоп через середину посмотрели далее для того чтобы поработать немного с поясницей мы работаем вращательные движения с тазом посмотрели внимательно отлично и самое интересное это собрать все эти упражнения воедино то есть выполняем все три упражнения по четыре раза внимательно посмотрели все отличного вам утра до свидания ольга ты знаешь что с первого сентября запретили пользоваться ученикам телефонами мобильными на уроках это сергей кравцов я не знаю кто он там в общем важный дяденька он сказал вот это вот давайте сделаем и они такие давайте и все к слову на уроках и нельзя ими было пользоваться ну было можно теперь вообще на уровне примут закона нельзя что их отбирать будут на входе наверно ты изучил детально за нету еще вот я попытался но так как у меня отобрали телефон я не успел суть в том что они сейчас рассматривают вот эти вот моменты чтобы не было конфликтов учеников и учителей потому что учителя на скажут уберите телефон отдавать сезон и скажет вы имеете право ну это начнется этот и я считаю что телефоны ну у допустим у меня у ребенка в школе телефон нельзя было доставать всю начальную школу в пятом они уже взрослые стали уже смотрю появляется в течение там уроков что-то мне пишут но я вообще против этого ну я тоже в школе учиться потому что это отвлекает они между прочим с этой мыслью приняли этот закон ну или что это такое вань а давай отвлечемся давай нас на кухне стоит очень вкусный арбуз я про него думаю все думаешь все всю программу да давай отвлечемся и ты его будешь резать давай вас на отвлекся развернувшись корпуса давай так смотри ты будешь его резать а я его буду есть а ящи сегодня буду готовить что арбуз чили арбуз чили ты обещал попробовать я вообще легко я же говорю я не отказываюсь от своих слов какой я люблю шеф нож это который который шеф ну и резать арбуза я умею тебе помочь нет вот сама тогда справляйся я буду учиться ты прям арбуза жадно а кровожадная хотел сказать но тут же нет в арбузе крови слушай как вообще твое лето прошло мое лето пролетело как комета на этом собственно мы закончим на этом описание а скажу я впервые этим летом встретила рассвет в жизни ну я встречала когда-то его когда училась школе выпускной вечер да да а тут я такая думаю блин на море была я по пути купила дров и решила что я должна разжечь костюм поехала на море и докуплю дрова вдруг в баню нет я ехала я ехала и знала что у меня будет рассвет вот мы дружно с друзьями проспали практически рассвет у нас была целая куча каких-то коллапсов нас отравились дети короче и я понимаю что но я же обещала себе по пути встретить рассвет и я даже костер развела сама вот этими руками ты так рассказываешь как будто это все оторвано от того вот места это море ты просто где-то купила дров одна по пути где-то заехала на зеленку я была на море 1 причем почему-то в моей голове было что это так быстро и мы выходим уже на улице светло это как грибли ну мы пропустили все мне девчонки говорят нет это долго и мы пришли уже было светло на солнце еще не встала и тут она поднимается на горизонте как это красиво ваня этого не видел я такого вообще видел я узнавшую кассажирована не разочаруй меня скажи я конечно не видел да видел я не видел знаешь что вот и вот 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 прям вообще я как-то даже в петербурге рассвет встречал вот и там очки с погоды знаешь такие перепели ну ты знаешь ты же была в питере там погода меняется вот так а чтобы у нас не было как в питере можно сейчас посмотреть прогноз погоды и быть готовым ко всему взять с собой тулуп и же зонтик а оленька ты так вот режешь арбуз что я так подумал что я наверное сделаю очень наглый жест родители били где-то по рукам когда ты воровал со стола мне нож ты хочешь мне отрезать пальцы ну смотри ты такой бы хватает между прочим вот сейчас у кусочка был легкий привкус чеснока почему я не знаю но нож чистый его мыл лично да я может быть где то есть может быть это новый сорт арбуза кто-то пошутил и вколол где-то где-то в попку арбузу легкий экстракт чесночка я потому что попробовал да да странно интересно а мы вчера грешили что нож не помыл или может быть есть же севооборот и после поля засеянного чесноком но не нашли не остается в земле есть да вот это новый сорт арбуза чесночная арбузинка я не знаю как на закатом как можно назвать честно 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 арбуз арбузнок вот такие дела как расскажи ты провел лето и с каким-то идеями новый сезон пришел мое лето я провел вообще потрясающе во первых у меня случился за много лет я не знаю лет за 5 надо то и и за 7 отпуск наконец-то полноценный я уехал в москву улетел я съездил в питер я побывал в кронштадте представляешь симпатичный маленький городочек такой тихий спокойный вот и значит я уехал я там две недели колбасился я насмотрелся всякого интересного и красивого вот и я вот впечатлены но очень много на самом деле философских мыслей произошло у меня философские мысли да за этот отпуск я что-то делать что-то знал в чем-то не то чтобы разочаровался наверно что-то во мне вот поменялось но совсем или мужчина совсем не знаю в лучшую сторону хоть это нельзя сказать плоха ли лучше это иначе вную сторону совсем другую то есть теперь допустим никогда не когда я был влюблен в питер теперь нет это любовь немножечко поугас почему я не знаю он был неприветлив с тобой нет он был замечательным как обычно просто я видимо стал взрослее и начал другие краски видеть оттенки я была в питере очень давно мне кажется 10 лет назад в белых ночах кстати из белых носках может они были белые не помню и вот есть аргусты рассказывай вот и я помню только что это очень красиво что-то невозможно спать и вот эти все мосты разводные а вот ну каких-то таких ярких впечатлений какие-то мы бесконечно на экскурсии ходили и очень много людей я видимо социофоб я не люблю с концентрацию ты когда идешь по улице хочется отдыхать смотреть красиво по странам а в тебя постоянно кто-то втыкается а еще какими под тебе подходит пётр первый говорит фоточку на память не ходите да бесконечная реклама и она уже невозможна потому что рекламы в питере очень много как и сейчас у нас будет тоже кстати но мы должны же сказать что вы зрители не переключались потому что у нас потом будет гость в студии а да 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 а знать кто у нас будет гость а мы вам не скажем посмотрите вот вы придите останьтесь и посмотрите а вам понравится потому что возможно вы даже с ним знакомы а если знакомы познакомитесь в общем реклама на телемиксе друзья моим в студии иван чужинов и прекрасная ольга муравьёва вот по моему левое плечо может быть с вашей стороны будет правое плечо возможно а вот в руках у меня то чего возможно нет у вас но если есть вы счастливчик это продукты от нашего генерального партнера компания янта здесь и острый зелененький соус чили и здесь и острый кепчуч здесь рис здесь кукуруза в баночке и ходят легенды что металл тоже от янты но есть его не рекомендуется но это не точно друзья янта продукты для всей семьи янта майонез сделанный с душой только из натуральных продуктов выращенных на собственных полях для ценителей качества по госту такой нежный такой густой янта есть вкусно дорогие друзья мы продолжаем нашу программу и у нас сегодня в гостях между прочим может быть вы подумали что это какой-то горячий испанец или саш ты кто по национальности я русский в гостях у нас александр нишинкин актер театра драмы имени веры феодора комиссаржевской и конечно же режиссер экспериментальной сцены чердарк я думаю многие из нас там были в гостях а кто-то просто слышал кто-то даже не слышал если вы не слышали вы исправить я была была да была между прочим есть интересный факт что ольга на самом деле является актрисой этой экспериментальной все врут врут за она играла там алкоголичку и не только не только кого еще и сначала алкоголичку в предалкогольном состоянии а потом во втором спектакле она растет и она уже играет настоящую алкоголичку с прошлым и низкой социальной ответственностью мы представьте если кто-то еще не видел то обязательно надо сходить на ольгу муравьеву мы сейчас мы сейчас говорим о двух разных спектаклях а что а какое будущее алкоголичек прошлое настоящее будущее я стесняюсь спросить будущее туманно не буду играть деревом после что с реинкарнации там до походу нет все будет зависеть от роста ольги муравьевой как артист если она будет совершенствоваться из раза в раз из спектакля в спектакль будет меня качество алкоголя качество состояния ее и натурализм до исполнения алкоголички то конечно она будет играть все лучше и лучше мы сейчас чтобы у нас возможно сейчас полное непонимание зрителя мы говорим о спектаклях один спектакль называется второй шанс второй шанс второй карман карман второй шанс и второй шанс карман это вот как раз таки если говорить о прошлом сезоне это то что было показано в прошлом сезоне вообще что случилось за прошлый сезон и какие планы на будущее расскажи в прошлом сезоне у нас было две премьеры спектаклей именно театральных профессиональных профессиональных это спектакль мама поставлены не ели макутен эти в начале сезона подожди секундочку можно сейчас и кто занимается речью попробуйте повторить не ели макутен эти да вот просто не ели макутен эти и второй да пожалуйста я не даром работаю в театре второй спектакль и поставлены вашим покорным слугой под конец сезона мы закрылись это премьера ты рассказывай пока чайку нам да пожалуйста да кстати налейте пожалуйста чайку спектакль экзамен по алексею жутковскому ну я надеюсь мы им и откроемся в этом сезоне также также было три премьеры студийные театр студии мастер это уже с актерами любителей актерами любителями там где как раз ольга это кармен с вас 150 рублей потом пожалуйста я переведу у меня есть ваш телефон потом спектакль обыкновенное чудо но правда мы сделали первую часть разделили его так как все-таки шварц написал достаточно большую сказку для взрослых поэтому это когда которая я что это про медведя где медведь превратился в человека принцесса волшебник король все там где обдув я сейчас перепутал с вообще с этим с метр линком синяя птица что-то мне перемкнуло это вот уже издержки профессии и спектакль для младшей студии для младшей группы слониха называется по сказке анна владимировна александрова делала инсценировку вот достаточно интересный взрослый материал хотя и дети играют но это не все также у нас был проект чердак пикс где мы просматривали спектакли западных театров я был на это интересный кстати опыт причем есть спектакли которые оставляют двойственные ощущения с которых ну так как это не спектакль до живой где играют артисты мы позволяем что ну если не зашел материал пожалуйста можете там стать уйти там запись да мы все сидим у нас чайок как бы печеньки и был один спектакль с которого в середине где-то ушло человек десять а все кто остался были в восторге в таком что там потом вдохновились и решили посмотреть еще спектакли этого режиссера это кстати очень романы григорьевич и кстати вы были один из тех кто ушел по моему это не про сейчас скажу не служанки я на служанках не было а я тоже смотрела а мы же смотрели мы смотрели на занятии до на занятиях чтобы ознакомиться с лужанкой кстати не я даже видимо пропустил ту афишу я я не попал к сожалению вот но это было интересно интересный опыт и также мы делали встречи с артистами это встреча с кристиной тюменцевой уже наверно воробьёвой уже да и вадимом воробьёвым вот они делали свой творческий вечер и сергей сергей олегович егенешкин олег сергей да олег сергей делал свой встреча вечер лабораторию сирано по сирану да 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 вот собственно говоря это примерно все чем мы занимались в прошлый сезон а сколько уже лет можно отчитывать у чердака это будет третий сезон третий сезон очень интересная когда-то идея да как вот так получилось что вы решили сделать какую-то эту экспериментальную сцену я называю вообще камерным театром мне как-то так ближе что на третий в городе ксенса на камерная даже очень маленькая прям даже не очень маленькая нет я видел и меньше сцены в москве было в московском театре кукол день а нет 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 это московский областной театр кукол и у них основная сцена такая малюсенькая и всего 30 зрителей так что бывают сцены и поменьше вот у нас максимальная вместимость 47 человек поэтому да можно сказать и камера но можно же сделать и побольше если но все станут полубоком например станут полубоком стоять обязательно естественно если мы еще немножечко будем их прижимать по краям то конечно можно вместить можно еще за плечико друг другу вставать а елочки еще у нас есть крюки там привязаны сверху можно еще какие-нибудь не знаю полочки сделать как в плацкарте да и солдат разместить ну вот там вот сверху да ну как если просто есть куда расти получать обязательно обязательно лишь бы дышать было чем теперь мил мой вопрос как возникла идея когда-то идея возникла у нас опять же санна владимировна в связи с несколькими факторами первое это театральной студии мастер негде было играть свои спектакли мы их делали и так как все время приходилось искать место где их показывать вот захотелось все-таки свое место чтобы сделали спектакль показали а если хороший спектакль показали его несколько раз а если очень то может быть и два года показан 3 как в театре вот но вторая причина это так как есть нереализованные идеи нереализованные пьесы которые хочется поставить но по каким-то причинам в городском и военном театре допустим эти пьесы не нужны или моей постановки не нужны нельзя дали бывает вполне вероятно мало ли что у нас в стране происходит вот ну и поэтому иногда экспериментируем там экспериментируем жанрами с приемами с взаимодействием со зрителем всякие эксперименты которые не факт что может быть понравится зрителю но я надеюсь и как показала практика и два предыдущих сезона все-таки заходит заходит на эксперименты хотя это ничего из ряда вон все уже придумано на нас саша как быть если не понравится зрителю насколько это проблемный что ли момент или насколько это наоборот момент для какого-то роста и совершенствования если бы я был очень тщеславным и самолюбивым я бы сказал зритель дурак и ничего сам не понял но я же не так но я не такой поэтому ну как значит ну я мне кажется я очень много времени вообще рассуждаю на эту тему как быть если зритель что-то не нравится и я все больше и больше склоняюсь к одному мнению что невозможно нравится 100 процентам да конечно стамбраца ста процентам людей зрителям потому что искусство к тому же этого вообще вообще вещь очень ты слышишь музыку будет еще у меня первый блин созрел что вообще искусство это же вещь очень субъективная и каким бы ты гениальным режиссером актером музыкантом художником кем угодно не был в любом случае найдется тот кому не нравится то что ты сделал и это нормально потому что у всех у нас жизненный разного опыта у всех у нас разные какие-то взгляды на жизнь и насмотренность а насмотренность все искусство как бы она мне кажется бывает от высокого которое сложно понять опять же тот же самый квадрат и черный квадрат который и искусство но для большинства людей это просто черный квадрат и зачем это вообще я его называю химиком формы и цвета вообще для меня вот этот он да вообще отдельная тема тоже до утром я не понимаю черный квадрат ну что ну вот я могу нарисовать красный а ты пыталась понять оленька для того чтобы его понять нужно понять то время в котором он был создан и историю историю его создания вот но и вообще это на самом деле достаточно интересно знаю что многие дизайнеры графические дизайнеры дизайнеры сайтов и даже те кто делает дизайн интерьер интерьера они проходят малевича как дизайнера то есть на его он в очень большой в класс сделаем на дизайнерскую работу это здорово классно он экспериментировал с формой и цветом у него есть картина желтый треугольник и красный треугольник по моему два треугольника но ты все все очень портал молодец мне кажется оля сейчас презирает малевича нет мне кажется оленька подумала о том что как мало она знает о жизни и нужно просвещаться до оленька мы как-то с моим другом очень сегодня иначе мы с моим другом как-то очень долго спорили для до хрипоты в горле есть режиссер замечательный но на мой взгляд замечательно это сигарев василий он режиссер и драматург и и есть пару фильмов жуткая чернуха но мне нравится это говорит не искусств это извращение я потом я понял что она же вся вообще русская классика это жуткая чернуха предательство деньги измены самоубийство смерть но почти любого взять островский любовь по практически любая пьеса гроза несчастная любовь измены все такое прочее лес деньги мне кажется это потому что люди и на это на это реагирует нет нет я думаю что потому что вся человеческая жизнь к сожалению из этого состоит потому что как бы мы не обстрагивали обстрагировались обстрагировались надо обстрагировались ели маккутинетти маккутинетти все равно в жизни каждого человека есть и смерть и предательство и измена то есть даже если не лично то ты был свидетелем очевидцем или знаешь что у человека и поэтому естественно это близко каждому и все переживания так или иначе ну можно же акцентироваться на радостном родины и свадьбы горько видела фильм про на то искусство есть чтобы у нас немножко возвышать и вот-вот-вот окунитесь в искусство да да ну нет не только ведь в каждом искусстве должна быть маленькая свечечка надежда на то что вот даже пройдя через какие-то испытания мы приходим к чему-то великому ведь как сказал гесер легче затушить себе свет чем рассеять тьму на этом мы прервемся на рекламу друзья у нас в гостях александр дешенкин продолжаем беседу саша ты имел опыт работы как с профессиональными актерами так и с актерами не профессионалами любителями насколько разница работа почему ты залывался как загадочный ну на самом деле огромная разница потому что профессиональные артисты учатся на это долго и у большинства из них есть время да и возможности даже то что они не успели взять в институтах научиться на опыте а непрофессионалы чаще всего больше хотят и но не всегда могут вот хотя я ну как бы работал с артистами которые тоже не очень могут но но хоть а короче говоря приходится намного больше раз повторять 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 и знаешь это как с детьми и они кстати реагируют как дети ты можешь их легко обидеть они могут там я не знаю посчитать что ты оскорбил их и чем-то или не так посмотрел знаешь я на самом деле очень терпеливый человек и вот оленька не даст соврать александр леонидович может не так смотри да я могу держаться внутри да не отреагировать как-то негативно там не сделать резкое замечание но они почему-то смотрят на меня не профессионалы и уже понимают что я вот что-то не так я скажу почему и боятся меня боятся анжи все видно молнии летают и они боятся вот их со временем кстати вот непрофессионалы боятся слушая бывало такое что попадается актер-любитель и ты удивлен что он настолько схватывает настолько прям способны и даже может быть лучше чем некоторые актеры что тебе это правда бывает есть один человек такой и он работает у вас на теле микси теперь вот он такой самородок прям пришел так ну и я не могу не могу выдавать одна хотела я тоже хочу назвать его нет ну как мы можем ладно дмитрий малашкин но мы конечно сейчас он посмотрит и вернется да 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 он кстати присутствует на всех спектаклях чердака он помогает мне не звука света художник не художник он воплощает моим звери решение он свет он свет мяча дарка вот и все что он делал на сцене было очень органично и классно и действительно если бы не подожди если бы не его глубокий внутренний мир который не позволяет ему реализоваться в этой сфере то мне кажется он был бы одним из лучших актеров ну по крайней мере уссуиск вот так ну возьмем нашего общего товарища василия кирина который тоже начал у него не было образования и он молодец ведь он молодец вася кирин умница часто он уже про и все уже с чего про него глядя он же профессионал а вот дима малашкин он самородок да нет нет васенька молодец я тоже когда мы только на только с ним начинали он так не хотел играть в спектакль да жесть просто не хотел он причем ему не нравилось что постоянно кто-то на репетициях ссорится а вот он не может вот когда кто-то ссорится и он спирт я не могу больше приходить на репетициях вот сейчас теперь я горжусь друзья сейчас прервемся снова на нашу рубрику после чего вернемся продолжим беседу дальневосточный леопард самая редкая крупная кошка на планете этот северный подвид леопарда единственный научившийся жить и охотиться снегах еще 150 лет назад его ареал занимал обширную территорию включающую часть кореи провинции китая и южную часть приморского края в настоящее время единственная популяция животного обитает в юго-западном приморье вид занесен в красную книгу и находится под строжайшей охраной у дальневосточного леопарда стройное мускулистое и гибкое тело немного сжатое с боков хвост длинный составляет больше половины всей длины корпуса половые различия выражаются только в меньших размерах тела и более легком строении черепа самок мех мягкий густой относительно короткий и плотно прилегающий даже в зимнее время окрас варьируется от светло-желтого до насыщенного желтовато-рыжего оттенка питается дальневосточный леопард в основном копытными косулями пятнистыми оленями молодыми кабанами также его добычей становятся инотовидные собаки зайцы барсуки фазаны охотится хищник в сумерках и по ночам в неволе дальневосточные леопарды могут жить до 21 года в природе значительно меньше это самый миролюбивый подвид леопарда и единственный кто никогда не нападает на человека но к сожалению раньше браконьеры истрепляли вид и покушались на добычу хищника в настоящее время в китае за его убийство предусмотрена смертная казнь в наши дни животное концентрируется на территории национального парка земля леопарда за последние три десятка лет численность вида выросла с 30 до 120 особей саш возможно не все знают что но экспериментальная сцена такой очень красивая но для меня во всяком случае и довольно абстрактное понятие что в общем происходит кроме спектакль что может происходить и могут ли люди весьма творческие как-то на вашей сцене реализоваться например конечно конечно но по сути своей мы уже не раз говорили это может реализоваться там практически кто угодно лишь бы это было связано с театром с искусством и что-то не для того чтобы я не знаю выпендриться грубо говоря не я высаживаю да 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 вот если есть что сказать если хочется поставить и спектакль или я не знаю вечер о театре или вечер знакомства с артистом и все что угодно там пожалуйста мы только за любые опять же почему не или могу те найти была у нас потому что и я видел что она хочет поставить спектакль и я предложил ее нашу сцену в качестве той площадке где это возможно она согласилась и собственно говоря так практически кто угодно да может вот допустим ты ваня написал очерк я слышал я слышал ты написал очерк пожалуйста ищи парочку артистов три сколько нужно нужно много пожалуйста разговаривай с ними заинтересовывай и мы предоставим вам площадку для репетиций и впоследствии показа если это будет востребовано зрителям то пожалуйста это может прожить один два три сезона как в профессиональном большом театре то есть если вы дорогие друзья умеете читать стихи и давно хотели сделать какой-то вечер творческий посвященный и сиену пушкину бродскому бунин у да борису рыжих например мало кто знает еще поэтому поэтому до маяковского можно прийти в чердак мало то что саму посмотреть как зрителю спектаклики так еще и поучаствовать создать свой поэтический спектакль а я вообще рекомендую ходить чердак и и знаете вот вы разговаривали я увлеклась блинами отвлеклась мне кажется что для многих еще в новинку что-то можно пить чай вот я сама улавливаю понимаю что люди стесняются то есть это какой-то такой новый опыт непривычный для уссурийцев как-то из как-то нужно это решать по-домашнему как-то я не знаю где люди соединяются друг с другом обмениваются энергией и сцена малая сцена она и позволяет сделать так чтобы ты был сопричастен к тому что происходит на сцене не дистанцировался до так когда у нас сцена возвышается над зрителем и все смотрят на артистов как на небожителей наоборот артист такой же как и ты он здесь и ты веришь в то что происходит по сцене это классно на самом деле друзья мы сейчас посмотрим с вами рубрику есть мнение она между прочим снимается в торговом центре центральной это те замечательные наши друзья которые предоставляют нам продукты на каждый наш уникальный завтрак да и эфир к рубрике есть мнение что гречка улучшает настроение наполняет жизненной энергии но часть хозяйка предпочитает рис а что думают посетители торгового комплекса центральной мы сейчас с вами узнаем вообще-то рис но полезнее гречка рис гречкой в детстве закормили гречка я обожаю гречку просто дай с молоком и с каким-нибудь подливом просто гречку общажные меня поймут наверное рис он цветнее вкуснее гречку с детства не люблю гречку в рис нам нельзя в сахарном диабете у меня в гостях уникальное средство от компании чистый дом коля что она делает им ты будешь мыть посуду когда мы закончим эфир а купить все возможные средства можно в уссурийске по двум адресам это тимирязева 29 и советская 76 ванечка подходи к нам я иду к вам у нас тут есть замечательный острый чили да я в начале программы пообещал что я попробую арбуз варенье подожди я думал арбуз а ты хочешь обе блины с этим ел нет арбуз ты жарка нет и на арбузную прям корку надо на дожине надо попробовать как это вообще на вкус не найду сейчас где-то есть потом интересненько необычненько ну смотри испортишь блинчик прям вот так вот чесночный вкус необычно конечно очень необычно между прочим я не распробовал видимо вкус необычно вкусно ну ты тоже можешь у них нет я не чистеньким очень отвратительно на самом деле с этим соусом прекрасным всем мясо лучше не знаю что когда на мясом я кстати блины почему бы нет давай пока ты жуешь и делаешь вид что тебе приятно я напомню что у нас был в гостях в гостях я тоже не размяла плечевой аппарат перед началом эфира александр угу я всегда путаю ударение в фамилии не шишикин я уже так думаю жиши я уже как не запоминала ну как то вот муравьё 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 и мы говорили что про что мы говорили вами про все про искусство про чердак про театр так что ходите в театр ходите на чердак жарьте блины советская 77 правое крыло шестой этаж да ешьте арбуз соусом чили от компонента всего доброго и до скорых встреч пока